Экскурсия Начнем экскурсию по площади Там все наши достопримечательности Генда и Носки на сандалии Вот, да нет Сандалии на носки Хотя по-новому разницы Большой нету Я тебе сейчас хвост оторву Носки на сандалии Или сандалии на носки Там особо толку разницы нету И то, и то бред Начнем экскурсию с площади Там все наши достопримечательности Генда и Я скептически приподнял бровь И он потерянно озирался И вдруг просеял И Лена Смотри, Семен Лена Не спорю, Лена Девушка видная Но называть ее достопримечательностью Я подавил смешок А она в курсе, что ты ее только что окрестил? Конечно Он подскочил к девушке и заторторил Лен, привет, это новенький, знакомься И что ей говорить? В панике заметались мысли Привет Логично Мы вроде уже заочно знакомы Да Она на секунду оторвалась от книжки Отглянула на меня И тут же, покраснев до самых ушей Спряталась за книжку Изо всех сил Стараясь не замечать нашего присутствия Я не больно улыбнулся Настолько ее поведение напоминает мое собственное Нет, краснеть-то я не стану Старовато уже для таких дел Но в целом попытка спрятаться от собеседника Мне была близка Непонятно Впрочем, судя по картинке в зеркале Моя старость оставалась На морозных улицах города Ладно, пошли дальше Тут еще куча достопримечательностей ждет Добре у него градусник, пожалуйста А то он его еще разобьет Вот, поговорили Похоже, электронику достаточно было поздороваться с человеком Чтобы считать его чуть ли не другом То ли дело я, который забывает имя человека через 5 секунд После того, как оно было произнесено в слов Прям я Жена Приятно было познакомиться Лена Кивнула через плечо Увлекаемый дальше неуемным гидом Лена вздрогнула И хотя мне это казалось фантастичным Покраснело еще сильнее Засмущал девочку Какие еще достопримечательности покажешь? Сейчас, сейчас Мы уже подходили к новому объекту интереса Как несложно было догадаться По приземничным чертаниям Перед нами была столовая А здесь у нас Да, да, я уже догадался Здесь мы принимаем органическую пищу Рыжа Бодинка была здесь и на последнюю реплику отреагировала с держанной смешком Видимо, мои шутки от Евгения Ваганыча будут обладать определенной популярностью Да? Кто это? Петросян А это... Электронник пришел на шопок, который не услышал бы только глухой Наша Алиса Она всегда в плохом настроении Девочка пожар, девочка брызги Такая злая А нет, просто она какая-то... Замер наблюдал за приближающейся гибелью Да не, мы что, мы ничего не сделали Поравняющаяся носа она дарила меня особым злым взглядом из своего арсенала А с тобой еще потолкуем А почему ты на оригинал смахи? Поначалу Понравилось на руках кататься? Самоубийца Она была готова загробастать нахалку в охапку и, кажется, она прочитала это намерение в моих глазах Она со злости плюнула и развернувшись и мчала вслед за электроником Псих ненормальный Судя по всему, дальше меня никто не будет доставать И время до ужина можно посвятить вложенности праздности А бульончик пока будет Я тоже бульона хочу Я на ум выбрал направление и отправился в страну, откуда раздавались упругие удары по мячу Там явно играли в футбол Некоторое время спустя я добрался до искомого места и расположившись на одной из стоящих по периметру поля скамеек задумчиво ставился на поле Матч был в самом разгаре и я поневоле засмотрелся Как-то у меня получалось неплохо отрабатывать мяч, однако мои приоритеты спорт в себя никогда не включал Дети резво носились по полю, однако даже из постоянно двигающих толкучек выделялась одна самая быстрая, самая непосредливая О, и я сразу узнала красноволосую Набедокурила, напроказничала и с чистой душой и спокойной совестью отправилась играть в футбол Под ноги подкатился мяч и я принял его на ногу, запылил обратно Да, не лучший мой удар Эй, ты! Крикнула девочка Кажется, я избалил Ильяна, если только электроники нет набрал Пошли играть Я задумался А почему бы собственные нет? С другой стороны, в сандалиях и теплых брюках как-то такое Давай в другой раз Ты скучный Сейчас шишку еще одну найду Припечатав глаголом напоследок, она вернулась к игре На непалках Я вслед со скамейки и ради разнообразия обратил внимание настоящие тут же турнички Не так давно в моде было слово воркаут, означающее самое тривиальное Любовь повисеть на турнике Я посмотрел пару роликов в ютубе Это прям твоя жизнь, да? Тогда ютуба еще не было не надо Даже стал ходить на свой турник во дворе, однако быстро забросил это дело Не, не про меня Я был в самом этапе зарождения этого вида Тогда, когда это еще не называлось даже воркаутом А ведь Не да, я настолько старый А ведь раньше кое-что смогал Надо посмотреть, что за тело мне подсунули И способно ли оно подтянуться хотя бы десяток разов Пальцы, непривычные к нагрузкам, никак не хотели укладываться правильно Потом куда-то ввело в центр тяжести Наконец, наравно себя, я подпрыгнул и повис на перекладине, ровно держа спину и... Раз, два, три... Четыре! Пять! Раз за сахар за спиной Вздохнув от неожиданности... Вздрогнув от неожиданности, я, тем не менее, продолжил подтягивания, пока не остановился на десяти Эй, и что, это все? Не тебе меня судить А больше и не надо Впрочем, ты всегда можешь забраться на турник и переубедить меня Понял, что на слабое я не ведусь, девочка хотела было вернуться к игре, но ее прервал сигнал горно Бегом до столовой, кто последний, тот тухлый помидор Дети заголодели и бросились по направлению к столовой Ай неторопливо двигался за ними Я ж не ребен Ужин Надо было написать жрачка Закончив по дорожке к умывальни... Могу подобраться и сервировать или убирать со стола Чего? Про нашего дорогого друга не забыли Обслуживающий персонал в столовой СФК? Ага, расскажешь Кафель на полу и стенах Стулья из нержавеющей стали И колонки под потолком на случай, если на улице будет дождь На особицу стояли небольшие столики Судя по всему, для персонала За одним из них я разглядел какую-то фигуристую девицу примерно моего возраста Бывшего Бывшего А что? Скорее две девушки Бывшего возраста Ты еще кто такой? Твоя интуиция была Все, я понял Приглядевшись, я узнал в ней медсестру, осматривающую меня Виолет, так кажется Виола А, ну короче, в кавычках же это только мысли Кивнула Место рядом с ней занимала та самая циановая девушка Она быстро улыбнулась мне, перехватив взгляд и снова вернулась к тарелке Значит, она мне не приснилась Здорово Интересно, как в этом лагере относятся к крашеным в бирюзовый цвет волоса? У тебя у самого фиолетовый Семен, не стой с толпом И туда без ужина останешься Я вздрогнул от неожиданности Вожатая поткалась незаметно Так, сейчас тебе место найдем Двачевская, стоять Айна, чуть ли не из воздуха добыла рыжую молнию Несущую в знакомом Фюре с котлеткой Несущую Чего еще? Ты во что одета? Эмм, форму? Мой смешок привел внимание и вожата, и Алисы Причем, если первая, судя по смеющимся глазам, прекрасно поняла игру, в которую я играл То последняя приняла все за чистую монету Она уперла руки в боки и в бока и сжима Сжима она так потянулась, подчеркивая связанное узлом рубашкой то, что хотела подчеркнуть Кажется, кто-то перепутал столовую с сельской дискотекой Вроде шепотом, но услышал почему-то половину столовой Он не дожил до следующего дня Двачевская вспыхнула Ого, ей, оказывается, знакома такая вещь, как смущение И, выскочив в планы столовой, уже второй раз до сегодня испепеляя меня взглядом Надеюсь, я не сказал ничего лишнего Алиса вернулась через полминутки, уже приведя в порядок форму И даже частично разгладив замятости от узлов Отдарив меня крайне нехорошим взглядом, она заняла мое свое место Так, теперь ты Теперь ты форму меняй Наоборот, ты красный Раздевайся Вожатая подвела меня к паре столов, которые, судя по всему, принадлежали моему отряду И немного подумав, указала пальцем на свободное место рядом с мелкой Здесь и будешь сидеть Ольга Дмитриевна, у меня глупый вопрос Обратился я к вожатой, понимая, что сидеть рядом с мелкой крайне чревато Дай рекомендации добрейшего доктора Виолу следовало бы выполнять Все глупые вопросы после ужина Садись, ешь давай Тем самым вожатая ответила на то, где видала все мои рекомендации Видимо, я исчерпал квоту глупых поступков на сегодня Делать было нечего и пришлось садиться В конце концов, какая разница с кем сидеть, если мне важнее содержимое тарелки, а не окружение Эй, псс Че у тебя? Почему играть с нами не стал? Не та одежда была Ты что, одеждой играть собрался? Ульяна, не мешай ему Сделал замечание вожатая Ладно, садись, ешь Спасибо за разрешение Наподмигнула, а я повернулся к своей тарелке И обнаружил, что котлета пропала Прикинув одно к другому, сделав поправку на уже сложившуюся репутацию егозы Егозы Я обернулся к ней Егозы Егозы Большой семье клювом не щелкают Ох ты мелко По это, повторяют сюжет основной О, давай у нее тарелку заберем Резкое движение рукой и у меня на одну тарелку больше Эй, отдай, это мое Тебе напомнить про семью и клюв? Ну и ладно Она сложила руки на груди Желаю тебе объесться этим пюре Все равно котлеты там нет Как нет? Я сунул на тарелку, чтобы убедиться в противости слов Ульяны И на самом деле котлеты не было Мелкая, ты не в курсе, что поедание чужих котлет не только не гигиенично, но еще и опасно Что? Пауку тебе дам, вот что Ты не огорчайся сейчас, если что-нибудь организуем Она мгновенно схватила мою тарелку и пропала Замечательно За один ужин я лишился и мяса, и гарнира Но ты будешь совестью Тебе уже кто-нибудь говорил, что ты осел Жизнь, боль Спустя несколько минут Ульяна вернулась с новой порцией горячего Питайся Она поставила еду передо мной И помни мою доброту Спасибо большое От души поблагодарил я, отметив в краем сознания, что девочка уже куда-то смылась А она не такая уж Нет, не в скобках там троеточие Она не так уж и плоха Ладно, сейчас самое важнее всего правильное и здоровое питание То, что я с утра ничего не ел, дало о себе знать И я с душой ткнулся вилку Ткнул вилку в котлету, готовя сделать из благолепия на тарелке мою любимую пюре В перемешку из мяса Пюре и горошка Тюру Я уже почти было укусил благословлен Ты поторопись У нас тут котлетка С макрошками Нет, с пюрешкой Допустим Я уже почти было укусил благословленный ароматный кусочек мяса Как вдруг заметил на тарелке шевеление Переведя взгляд на тарелку Я прыгнул назад, запуская стул в стенку Мать честная Оно что, живое? Белочек Это что, скалопендра? Личинка чужого? Еще какая-то инопланетная гадина? Я с криком шлепнулся на кафельный пол Неведомая тварь неторопливо развернулась И выбрав направление Все ускоряясь Понеслась Ко мне! С громким криком я взял разбег Передвигаясь исключительно на карачках И даже преуспел, пока не финишировал затылком об стену А инопланетная мерзость целеустремленно двигалась Блин, они кусаются очень больно Сутки шутками, но для моего голодного рассветка это оказалось чересчур И каждому воздастся по грехам его Ульяна! Обнезапно опустивший Опустившийся на столовую тишину Мой крик раздался особенно громко И судя по долетевшему от двери Довольному хихиканью достиг лучший адресанта Ты-ты-ты-ты-ты Еееей... авторский провал Вот только увидел выражение моего лица Она разхохоталась уже в полном обласе Рэджим Терон несся сквозь двери, справедливо взимая в пору. Погодя. Уже в который раз за этот сумасшедший день я бежал по этому странному лагерю. Мелкая дрянь выскочила с отрывом в 10 метров, но её это не спасёт. Распождаю. начало фразы осуждаем потому что перестаньте осуждать до добра не доведет я выскочил на кольцо и огляделся для тебя же стараюсь так там не было ничего на дорожке к площади мелькала и скрывалась за поворотом какая-то невысокая тень одновременно с этим затрещали кусты на юге вас на юго-востоке по направлению в сторону футбольного поля осуждаю все так чё там куда дорожки площадь мелькала и скрылась за поворотом какая-то невысокая тень куда она побежала в кусты или на площадь сколько можно бежать волка ноги кормят но я сегодня что-то все больше бегаю чем кормлюсь за весь день я даже воды не попил откуда же силам взяться а еще это мерзавка я еще не очень хорошо придумал что сделаю с ульяной когда ее догоню но это будет очень медленно и мучительно пробежав весь лагерь насквозь я начал понимать что где-то разминулся жертвой я остановился со злостью ударил кулаком по дереву и согнувшись попробовал остановить дыхание время было уже позднее и делать что-то в потемках не хотелось совершенно если ничего не перепутал то здесь можно было будет выйти к клубам заблудиться еще не хватало будет апофеоз неудачника в темноте да еще и стыла попробую знать здание которое видел раз в жизни к счастью чуть и не подвело и тропинка привела меня точнехонько к зданию клубов к тому самому месту где я встретил лену с ульяной с саранчей вот тяжело было сделать выводы наверное не надо было брать еду из рук и у маленькой мерзавки короче я либо и понравился либо нет и оба варианта сулят большие проблемы вздрогнув от причащей в голову картин я зажигал в сторону ворот